Приятное зрелище! 14-летний ребенок лихо управляет 500-килограммовой лошадью. Здесь уверяют, даже если ты пребываешь в плохом настроении, после тренировки почувствуешь прилив сил и энергии. Дружба мальчика и коня началась, когда Сергей вместе со своим крестным пришел на станицу зимним рождественским днем на праздник. С тех пор эти двое неразлучны и зимой, и летом. Уже 4 года. За годы занятия я уже научилась чувствовать лошадь. И когда ты занимаешься одной лошадью, ты уже знаешь ее повадки, ее характер. И ты можешь уже понимать, как она будет себя вести, как она будет передвигаться и все ее особенности. Однако занятия верховой ездой – это не только развлекательные прогулки по ромашковым полям. Нужно помнить, это прежде всего труд. Как всадника, так и лошади. Стоит ребенку закапризничать или потерять внимание, лошадь сразу это чует и перестает слушаться. Поэтому нужно всегда быть собранным. Каждый же ребенок рождается неприученно к верховой езде. Поэтому лошадь нужно заездить. Но даже заезженная лошадь может не слушаться, понести и даже сбросить ездока. Но пришедшим сюда детям, а заодно и их родителям, думать об этом не стоит. Процесс обучения на станичном плацу контролирует Алексей. Он инструктор опытный, в седле с измальства. Кони слушаются его с голоса. Если хотите, чтобы ваш ребенок управлялся с ними так же, начинать лучше пораньше. У нас занимаются дети от 6 до 14 лет. Занимаются абсолютно бесплатно. Программе этой более трех лет. Соворачивать мы ее не собираемся. Всех ждем на конной базе «Казачий дозор». Во время тренировок работают все группы мышц. Улучшается координация движений. Ребенок становится более смелым, крепким и уверенным в своих силах. Также конный спорт положительно влияет на нервную систему и даже укрепляет иммунитет. Ну и, конечно, лошади имеют удивительную способность поднимать настроение. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.